Я не думаю, что меня уволят в случае поражения от ПСЖ, говорил перед этим судьбоносным матчем Карл Анчелотти. Сегодня ходили разные слухи, говорилось о том, что руководство Баварии в экстренном режиме собралось на совещание, чтобы что-нибудь предпринять после матча Лиги Чемпионов, в котором Бавария крупно проиграла 3-0 ПСЖ. Рибери, Робен и Мац Хумельс начинали этот поединок со скамейки запасных. Сегодня же стало известно о том, что боссы клуба не простили это поражение итальянскому тренеру. Анчелотти официально уволил, сообщает пресс-служба команды на официальном сайте. Но давайте посмотрим, только ли в этом турнире оплошала команда под руководством Карла. Летом, когда Анчелотти заявил, что клуб намерен выиграть Лигу Чемпионов, его команда дважды проиграла в товарищеском турнире в США, Милану 0-4 и Интеру 0-2. Один матч свела в ничью с Арсеналом, а у Челси, ведя по ходу матча 3-0, кое-как выиграла 2-3. В чемпионате, где Бавария чувствует себя как рыба в воде, клуб потерпел поражение уже в третьем туре от Хофенхайма 2-0, а последнюю игру свел с Вольсбургом в ничью 2-2. При том, что команда выигрывала после первой половины 2-0. Сейчас Бавария в таблице Бундеслиги третья. Итог. На Анчелотти уже сгущались тучи, а поражение в Лиге Чемпионов от ПСЖ стало последней каплей. Да, Лига Чемпионов готова не только возвысить, но и опустить. Тренер проработал в клубе с 2016 года, выиграл чемпионат и два раза Суперкубок страны. Под его руководством команда провела 60 матчей, 42 из которых выиграла. С Анчелотти ушли и его помощники. Информацию, которую сегодня распространила немецкая Бильд, говорится о том, что клубу не нравились методы Анчелотти. Исполняющий главного тренера назначен Вилли Саньоль, который и выведет команду в седьмом туре против Герты. Но то, что Саньоль недолго здесь задержится, говорит о его небольшом тренерском опыте. Команда уже рассматривает кандидатуру 44-летнего Томаса Тухеля, у которого не заладилось в Баруссии. Он сейчас свободен. Также ранее сообщалось, что после завершения контракта с Анчелотти клуб может возглавить нынешний наставник Оффенхайма Джулиан Нигельсман. Это наиболее вероятные кандидаты, но навряд ли последний в середине сезона уйдет из своего клуба. Фигурирует в этом списке еще ряд имен, среди которых Луис Энрике, Андре Шуберт и Лоран Блан. Рекомендую посмотреть ролик «Роналду вошел в топ-10 игроков, которые сыграли больше всех игр в Еврокубках». Ах да, и не забудьте поставить лайк, комментируйте, делитесь в соцсетях и, конечно же, подписывайтесь. Это абсолютно бесплатно.